В производстве следственного отделения отдела МВД России по Краснокутскому району Саратской области находилось уголовное дело по обвинению жителя города Краснокутс в совершении 17 эпизодов мошеннических действий. В отдельных случаях обвиняемый даже уговаривал жертв оформлять кредиты на развитие его бизнеса. С апреля 2019 года я у него работала администратором и он попросил меня первую сумму взять на 56 тысяч на лакокрасочные. После этого, не помню месяц, когда взяли в сельхозбанке 360 тысяч на погашение якобы налогов. Следующие 400 тысяч я взяла на аренду магазина. И так я попала на 816 тысяч. В итоге кредит потерпевшая выплачивала сама. Вдобавок ко всему, женщина имела неосторожность еще и сделать заказ на изготовление металлических изделий. Заказывала оградку, надгробие, лавочку. Проплатила кредитами 110 тысяч. И ничего. И ни денег у меня нет, и ни изделий. Люди приходят к нему делать заказ. Он достает договор, заключает договор. Все печати, все у него есть. И люди как-то ему верят. А вот еще одна жертва, поверившая в благонадежность бизнесмена. В 2019 году я заказала у него беседку и козырек на дверь. Я как раз взяла кредит и 50 тысяч ему дала. И все. И начала. Ну, он говорит, в течение двух недель мы вам все сделаем. Прошло две недели, я начала ходить к нему. Он, да, да, да. Вот уже заготовка идет, все сделано, все такое. А у ребят спрашиваю, они говорят, никакой заготовки и не было. Говорит, я ничего даже не думает делать. И до этих пор, вот уже 4 года, считай, никаких результатов нет. И деньги не отдают, и ничего не делает. А встречу ему, говорю, ты когда мне деньги отдашь? Когда ты подохнешь, тогда отдам. В числе потерпевших Арман Бигжанов. Он хотел поставить в доме матери новые ворота, но так и не дождался своего заказа. Данный человек, получается, обманным путем завладел финансовыми средствами моими. В размере 30 тысяч рублей, и свои обязательно не исполнил. Рустам Ишмуратов тоже не дождался оплаченного заказа. Я отдал деньги 95 тысяч, чтобы он сделал лестницу мне. Вместе он должен был установить ее. Всегда причина, коронавирус, туда-сюда, это быстро все продлилось и затянулось. В целом потерпевшие рассказывают похожие истории. Всего их 17. Каждый случай отражен в материалах уголовного дела о мошенничестве. А теперь, благодаря настойчивости и профессионализму полицейских, у обманутых людей появилась вера в справедливость. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемый путем обмана из-за употребления доверием, граждан брал на себя обязательства по изготовлению изделий из металла, а также в некоторых случаях нагробных памятников. В дальнейшем, получая денежные средства от заказчиков, он не выполнял возложенные на себя обязательства, тем самым причинив своими действиями материальный ущерб гражданам на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело по обвинению фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу. Денис Желтов, дежурная часть, Саратов.